Ну, вот здесь, конечно, вопросы, так сказать, были бы просто конечные уравнения. Вот какое вы хотели написать? Это вы стационарную точку нам указали, последняя на том плакате. Это стационар, я так понимаю. Ну, конечно, нам было бы понятно, если бы вы написали уравнение, сказали, а вот это стационарная точка, всё, и всё это. Ну, мы можем написать вот эти балансные уравнения, которые вы от нас скрыли, грубо говоря, вот практически мы их вывели. Балансные в этом? Да, 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 вот в этом, этого финала нет, тут, так сказать, вы их выводили-выводили и не написали. Помните вот уровень, который я до этого писал, да? Вы пишите вот в форму систему, и всё, вот переверните, вы написали только стационарную точку, мы понимаем это. Но когда вы напишите уравнение... Баланс такой, что вы произвели, то вы употребили, всё. Суммарная цера. Вы напишите, а вы посмотрите. Мы понимаем уравнение. Вот я вам сказал уравнение. Да, я вам сказал, если бы у вас был бы капитал, вы называли, что капитал равняется чему? Выпуску минус потребление. Да, да, вот всю эту полную систему на капитал, значит, на это, на это, на это, на это, на неё посмотрели одно и одно. Понятно, что она решается, хорошо видно, что она, там, стационарную точку нам показали уже. Всё, вот, но на систему приятно посмотреть. Она простая, на четыре, там, уравнение, с четырьмя неизвестными, всё. Вот этот вот капитал, например, вот этот вот x иногда называют капиталом, причём, который выгывает. Да, и тоже на диффенциальном уровне есть, на каждом, с каждым будет зависеть. Всё понятно. Ну, так сказать, принцип понятно. Ну, вы их выиграли практически, но не хотите нам показать. Вот что, потому что это упрощенная модель-то. Пусть упрощенная, обобщить мы вас можем. Уравнение борьбы, я вам тут же напишу, которых вы выпишите. Отсюда вряд ли. Да, легко. Отсюда вряд ли. Надо добавить сюда динамику. Я понимаю. Это распределение по скоростям, там, по пространству, всё это. Потом это надо вам добавить. Он делал этот первый соло. Да, да. Перечислить в тех Нобелевских лауреях. Кругман, Соман, это просто фамилия бы и названы уже. Ещё кто вот просто называет. Я за всех синим слежу. Нет, там вот одно я знаю, Нобелевскую премию дали за это самое. За простой дифференциальный уровень, типа второго порядка, как теплопроводность, только оно ещё решается там. Точно там. Это вот тоже, как это, одна из последних Нобелевских принятых. Есть предложение, дискуссию. Короткие вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.